МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга, что касается у меня, то у меня, собственно, стресс начинается тогда, когда начинаются длительные выходные. Я понимаю, что мне нужно будет возвращаться к нормальной жизни, и для меня это уже стресс. То есть для меня праздник, не праздник. Расскажите, как правильно войти в долгий... Чем можно заменить слово «загуб»? И как из него выйти? Длительный праздник. Длительный праздник, да, и как вернуться к обычной жизни? Тут вы абсолютно правы. Ведь правда, какая-то резкая смена уклада жизни воспринимается нашим организмом и, соответственно, нашей психикой в том числе, как стресс. При том, что мы знаем, что это время наступит. Более того, мы даже знаем, как обычно этот стресс у нас проходит. У каждого свой способ эти праздничные выходные использовать. Так как-то у нас получилось в стране, что мы практически весь январь от праздника к празднику, да, и страчиваем просто последние силы. Те, кому там повезло, у тех, например, была первая неделя, выходная. Но многие вышли на работу уже второго. И поэтому это какой-то такой бесконечный... А потом опять ушли шестого. Да, да, это такая бесконечная смена разных состояний. Чем отличается праздничное времяпровождение? Прежде всего, у нас у всех в доме много еды. Мы ее кушаем бессистемно, она вся... Ее много, не нужно о ней заботиться. Соответственно, большинство... Просто он все утром открыл холодильник, а он заполнен вкусными салатиками. И холодец, когда так по качеству, еще подмигивается. Соответственно, не нужно даже тратить силы на то, чтобы думать или готовить что-то. Второе, мы спим, как правило, тоже немножко по другому графику. Либо позже ложимся и позже встаем, либо спим меньше. Нет, я придерживаюсь режима, я ем и лежу. Либо вот такой режим. И что происходит, допустим, вы там, не знаю, 7 дней, вы были в таком отпуске, да, либо в таком полуотпуске, где там 3 дня рабочих, да, остальное это были какие-то... Блайк-версия. Да, такие выходные. С точки зрения психологии, у вас, конечно, сейчас трудное время. Вы сейчас на кого смотрите? Потому что, ну, так на визуального украинца, в том числе на себя тоже. Потому что, правда, вернуться к такой рабочей обстановке, к рабочему графику, с силами, которые истрачены чаще всего, так получается, в праздничный отдых. У нас так получается, что после отдыха мы устаем гораздо больше, нежели до отдыха. Ну, как-то так выходит, да. Если вам не удалось в эти праздничные дни грамотно отдохнуть, да, мы об этом неоднократно говорили, то, к сожалению, вы сталкиваетесь с реальностью, что вам очень тяжело. Давайте будем честны, потому что 90% людей грамотно не отдыхают в эти праздники. Да, есть еще один такой момент абсолютно психологический. Когда мы ожидаем выходные, новогодние, да, мы много тоже об этом говорили, это такое ожидание праздника, чуда, перемен. Мы все желаем друг другу с Новым годом, с новым счастьем, с новыми изменениями какими-то. Ну, вот приходит, например, импровизированная 1 января или там 8 января. А ничего не изменилось, только маршрутки по 7 гривен стали. Да, по сути, ничего не изменилось. И в этот момент... Разочарование? Человек, конечно, сталкивается с разочарованием. Притом, насколько сильные были ожидания, да, вот такие, ну, ну что ли, знаете, неясные для человека. Скорее просто такое переживание, вот все будет по-другому. Это очень похоже... Это стресс, на самом деле. Это очень похоже на начну новую жизнь с понедельника. В этом году начался с понедельника. Вот похудею к лету, да, в том числе. Похудею к лету, обязательно сменю работу, вот тогда-то заживу. Это все, ну, такие, ну, очень похожие процессы, да, когда, ну, всем нам хочется жить лучше. На самом деле изменений никаких нет. Приходишь домой, открываешь холодильник, и там свиная голова, и опять все по кругу. Только, ну, изменения вот в эти несколько недель в том, что у нас продолжается вот эта череда праздничных застольев с такой пищевой распущенностью, да, в каком-то смысле. Я смотрю, как вы знаете, толк в новогодних развлечениях пищевая распущенность. В каком-то смысле это даже такой полупсихологический термин, да, когда мы бессистемно поглощаем очень много еды. Это здорово, что у нас есть возможность, да, угостить своих гостей, свою семью разнообразием блюд. Когда они распущены, то, не знаю, как это это. Но, учитывая, что мы часто не контролируем, да, за беседой, за алкоголем, сколько мы съедаем организму, сложно. Поэтому вот из таких основных рекомендаций, да, диетологи рекомендуют, и психологи в этом смысле их поддерживают, потому что организм и жизнедеятельность человека, она неотделима физиологическая от психологической. Соответственно, ну, как-то наладьте немножко питание, сделайте свой рацион проще, да, при этом питайтесь так, чтобы вы не чувствовали голода, для того, чтобы это не было дополнительным стрессом. Вот после вот той распущенности, о которой вы говорите, потом строгая диета в течение недели, чтобы немножечко вернуться в форму. Это хуже, потому что организм, ну, правда, в таком стрессовом переживании, поэтому лучше, чтобы это была просто пища менее калорийная, вернее, буквально, да, менее калорийная. Ну, или нужно тренироваться в течение всего года, например, чтобы это не стало как-то. Как делает Александр Натальевский. Плюс потихонечку возвращайтесь в такой привычный уклад через те занятия, которые, в общем-то, вам на это время пришлось прервать. Это может быть какое-то хобби, либо посещение каких-то мероприятий, либо, не знаю, там, спортзал, да, вот что-то, что для вас было привычным еще в прошлом году. Если вам не удалось за это время встретиться с кем-то значимым, с каким-то человеком, устроить о себе такой уютный вечер, потому что в том числе нагрузка психологическая, несмотря на то, что мы много проводим времени с людьми у нас дома или к кому-то в гости ходим, да, в том числе потому что мы все равно находимся чаще в привычной обстановке, да, выход на работу, это какие-то другие люди по пути на работу, что это, там, какая-то ситуация, да, в которой вы не дома. Соответственно, так себе как-то поберегите и старайтесь через какие-то положительные эмоции. И еще очень важный момент, тоже психологически, планируйте. Ведь если мы вдруг проснулись и поняли, что у нас наступил Новый год, а вроде ничего не изменилось. А на кардере уже третье число, мы проснулись только, например, да? Да, здорово, если вам удастся запланировать что-то положительное по переживаниям. Ну, например, следующий отпуск осенью, да, тогда вот это планирование, а что значит планирование? Это не значит, ну, прям много пунктов, что в этот отпуск, например, будет, или в этот отдых следующий. Но это должно быть несколько пунктов, которые приносят уже сейчас вам переживание радости и ожидания. Потому что психика воспринимает переживание радости и, правда, реальность, в которой вы испытываете положительность. Ожидание радости хуже самой радости, можно перефразировать. Ну, думаю, что вполне равнозначно на какое-то время это поддерживает. Более того, если у вас есть план, да, какое-то понимание, чем вы будете заниматься в ближайший месяц, или там в ближайший год, несколько задач, их не должно быть много, но они должны быть важные. Потому что большие списки приводят к чему? К разочарованию. Мы не успеваем все сделать. Ну, и плюс, наверное, пункты в списке должны быть достаточно выполнимыми. Да, безусловно, они должны быть реальны. Например, постараться не пить сегодня. Это очень простое, но с другой стороны, работать нужно над этим пунктом? Ну, я другой пример хотела привести. Например, вы хотели освоить какую-то новую профессию, либо навык. Вы можете сделать это главным пунктом на 2018 год, и при этом запланировать себе несколько действий, которые вам необходимо совершить для того, чтобы это случилось. Поинтересоваться, где этому можно обучиться, сколько это стоит, если для этого требуется дополнительная сумма денег, которой у вас нет, наметить себе план, к какому моменту у вас будут эти деньги. Ну, то есть несколько вот таких задач, через которые вы тоже включитесь в активную деятельность. Но если взрослому человеку, мне все-таки кажется проще возвращаться к таким буденности, до буденности повертата себе, кто кажет, то маленькому ребенку гораздо сложнее, когда он привык, что в праздники ему разрешают ложиться в 11, в 12, ждать Новый год, встречать Новый год вместе с родителями, а потом наступает понедельник, все, праздники закончились, 9 отбой, 8 подъем. Дети точно гибче, да, и они приспосабливаются быстрее. На нас, на взрослых, больше ответственности, больше задач, таких требующих выполнения ежедневного. Начиная от бытовых каких-то дел, да, заканчивая работой, например, или проследить, чтобы ребенок проснулся в срок в школу, да, чтобы он не проспал или в детский сад. Ну, в общем, здорово было бы, если бы во время праздника все равно у детей не нарушался такой распорядок дня, как и у взрослых, тогда... Ну, это же невозможно, Ольга. Ну, в некоторых случаях возможно. Ну, можно же, например, во всех праздниках 7 дней, да, вот там, отдыхали 7 дней, выделить один день, чтобы выспаться, ну, не выспаться 20 часов, а так, чтобы лечь в 9, в 10, один день, посредине где-то, правда? И дать отдых своему организму, не употреблять алкоголь, если вы часто это делаете. Вот, то, что я говорила, да. Попробовать, ну, делать какие-то такие передышки, да, давать себе возможность, не планировать на этот день ничего сверхважного, никаких встреч, которые будут требовать подготовки. Это какие-то простые доступные вещи, и они основаны на собственной чувствительности. Вам много, может быть, уже, ну, таких каких-то праздничных гуляний, мероприятий? Или нет? Если нет, тогда это вопрос к вашей чувствительности. Да, тут вопрос к чувствительности, конечно. Некоторые, допустим, с корпоратива едут домой, а некоторые, там, допустим, еще до утра едут догуливать. Это, кстати, тоже вот видно, что напряжение какой-то человек, да, он хочет разрядиться. Я думаю, что это в том числе затрагивает вопрос внутренних границ. Ну, вот, что вы в себя помещаете и сколько? И где ваша граница удовольствия? Ведь часто вот это уже, ну, там, такое добавочное какое-то празднование под утро, да, автопати, это уже не в удовольствие. Это скорее про какую-то другую историю. Конечно, она всегда очень индивидуальна. Ну, там, зачем вы это делаете? Если у вас есть силы, и вам еще хочется провести время с этими людьми, или, ну, как-то заняться еще чем-то, да, в автопати, там, поехать в караоке, или поехать к кому-то еще в гости, то в таком случае, безусловно, ну, там, если это вам еще в радость, у вас есть силы, почему нет? Важно только потом дать себе несколько дней все-таки восстановиться, а не бесконечно истрачивать этот ресурс, которого, похоже, и так уже немного. Да, похоже. Возраст каждый год добавляет. Ольга, спасибо огромное, правда. Вот я сейчас почувствовал, что мне еще больше захотелось вернуться к обычной жизни, несмотря на то, что мы работаем уже какой день по счету. Неважно, кажется, что всю жизнь работала. Как будто бы и не было. Кстати, вот как избавиться от ощущения, что этого отдыха как будто бы и не было? Как избавиться от этого ощущения? Ну, может, его правда не было. Я думаю, что если ощущения есть, то стоит себе иногда довериться, может, и правда его не было. Смотрите, я сейчас объясню, о чем дело. Алла точно помнит начало 23 декабря, и потом сразу же 9 января. Вот как бы и праздника как будто не было. И вы точно про это знаете, что Алла так помнит. Вы же знаете, Саша знает про всех, и все. Ольга, спасибо вам за то, что пришли сегодня к нам. Ольга Хайдукова, психолог, была нашим гостем. Уходим на короткую рекламу, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова